На многих фото можно узнать наших воспитанников. Вы никогда не видели назначений каких-то врачей? А нам это и не нужно было. Скажите, в детском доме куча детей, куча персонала. Каким образом можно сделать постановочные фотографии? Началась открытая травля меня. Да, по поводу постановочных версий... Это что это, режиссерская площадка или снятие какого-то фильма. Я вообще это не понимаю. Вообще это даже употребление этого слова. Город стоит на ушах, область стоит на ушах, страна стоит на ушах. Фотографии из Бутурлиновского интерната поразили всех. И пора в этом серьезно разобраться. На сегодня у нас назначено две частных встречи с действующими и бывшими сотрудниками этого учреждения. И мы собираемся публично прийти в Бутурлиновский интернат и поговорить о том, что происходит с теми, кто работает там прямо сейчас. Шофер, заводи мотор. Меня зовут Лазнева Евгения Николаевна. Я являюсь воспитателем Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно-отставых детей. Действующего? Действующего. Пока, да. Меня зовут Лазнев Андрей Владимирович, бывший инструктор по труду Бутурлиновского детского дома-интерната для умственно-отставых детей. В этой должности я проработал больше девяти лет. Ну вот сейчас основная тема людей потрясли фотографии из дома-интерната. Скажите, это действительно воспитанники изображены на этих фото? Ну, на многих фото можно узнать наших воспитанников. Как Вы считаете, правомерно ли то, что применяется на этих фотографиях? Вы знаете, вот оценку правомерности дать я не могу, потому что считаю, что есть следственные органы, они во всем разберутся, и тогда уже дадут оценку. Ну, можно ли вот детей фиксировать? Давайте вот так вот, наверное, поставим вопрос. Там, например, руки к корпусу. Знаете, я Вам скажу так, что есть такое соотношение риск-польза. Когда ребенок эмоционально перевозбужден, и когда вот в сию минуту, в сию секунду он может нанести вред своему здоровью, вред здоровью окружающих деток в группе. То есть вот на какие-то вот минуты, когда вот возбуждение, оно у них происходит очень быстро, и, как правило, ничего этому может не предшествовать, то я бы даже не назвала это фиксацией. Почему? Потому что это пеленочка, или там распашоночка, ну, какой-то вот лоскут, да. Вот. И когда руки у тебя, они не привязаны между собой, да, просто ты вот этими руками, ты не можешь вытянуть руку и нанести кому-то вреда. А вот ряд фотографий, то есть там были часть фотографий, где просто, ну, как бы руки зафиксированы, и часть, где за шею, там, к лавочке, или где вот мальчик был привязан за все конечности к кровати. То есть вот такие вещи, они допустимы? В них есть необходимость какая-то? Вот так вот. Вы знаете, допустимы или нет, конечно, такие вещи недопустимы. И я могу сказать с уверенностью, что, как бы, таких вещей, вот лично мы, да, в своей работе не наблюдали. Ну, не практикуем. Не практиковали, не наблюдали и так далее. То есть вы сами так не применяете такие методы? А посмотрите на меня, да, и посмотрите на, условно говоря, там, мальчика, который привязан. Да, я просто физически с ним не справлюсь. Просто есть такое понятие, по-моему, гипертонус, да, это называется. Несмотря на свое, ну, скажем так, не очень серьезное физическое развитие, в силу резкого напряжения мышц, они на какие-то кратковременные мгновения могут становиться реально очень сильными. И даже небольшого человека, ребенка, удержать практически невозможно. Нужно ли назначение психиатра на такие? Однозначно. И они вот выписываются под... Вы знаете, мы очень далеки от, как бы, медицины. У нас есть медперсонал, который приходит, там, какие-то лекарства раздает во время приема пищи, либо вне приема пищи. Это, как бы, вопрос не к нам. Нас воспитательный аспект всегда интересовал в нашей работе. Вот по поводу медперсонала, есть ли в нем нехватка? То есть в письме было написано, что там работает на полставки врач, и он, якобы, приходит только в дни проверок, комиссии. Это правда, не правда? Вы знаете, ну, честно сказать, у нас есть начальники подразделения, да, это Вострикова Галина Васильевна и Юрина Татьяна Ивановна. Может, к ним они приходят, может, каким-то образом детей забирают на осмотре, но лично я, как бы, ну, не видела. У нас есть медицинский блок, там, кабинеты и так далее. Может быть, осмотр происходил и там. Ну, никогда не видели назначений каких-то от врачей. А нам это и не нужно было. У нас есть, опять же, повторюсь, вот воспитательные какие-то обязанности. А назначения, но их делают до стара. То есть, клиническую картину отслеживать не входит в нашу компетенцию. Наша компетенция – это психово-педагогическое и портрет ребёнка. Просто, если бы были такие разрешения на психиатрную фиксацию, вы же наверняка бы их тоже получали. Ну, нет, мы таких разрешений не получили. Понял. Немножечко вот по подписям пройдёмся. Там, в некоторых фотографиях было текстовое сопровождение. Например, вот в случае с мальчиком, который вот на сетке кровати был, было написано, что вот это ему в наказание за то, что днём не спал. В общем, возможно, такое практикуется? Нет, да, они взрослые, как бы дети. И многие дети не спят днём. Многие дети слушают музыку, у них есть телефоны, наушники. Они слушают музыку, они там сядут где-то в спальном помещении, тихонечко себя ведут, чтобы не мешать остальным. Есть веранда, да, игровая, где дети тоже там потихонечку могут телевизор посмотреть и так далее. Но они взрослые дети. Опять же, вы представьте, что такое вот 18-19-летнему, 20-летнему парню с его неуёмной энергией, когда сон по режиму дня заставляет порядка где-то 12 часов, ему этого более чем достаточно. И мы вполне вот из практики допускаем, что днём взрослые дети могут и не спать. И я считаю, что это в принципе нормальное явление. Бывали ли вы когда-нибудь свидетелями, чтобы детей связывали в наказание за что-то? Нет. Такого не было? Нет, вот что прям в наказание за что-то. Ну, являемся принципиальными противниками подобного метода воспитания. Вот как люди, которые были внутри этой атмосферы, и сейчас работаете. Скажите, как вот там относятся к детям вообще? Вот чувствуется, что к ним относятся хорошо? Они не запуганные, не зашуганные? Однозначно хорошие. Вы знаете, я не могу сказать за всех. Я могу сказать за себя. Вот даже если у вас представится возможность пойти в детский дом-интернат, рядом со мной вы увидите, что дети бегут и называют меня по имени. Вот у нас практикуются называть воспитателей по имени-отчеству. Ну, Евгения Николаевна, попробуй-ка вы, говори, если у ребёнка ещё и не очень хорошо развита речь. Поэтому Женя. Но называть Женей можно в награду за хорошее поведение. То есть, если это Женя, то автоматически сокращается дистанция, и вы уже почти друзья. Такое некое понебратство. Что касается других коллег, я думаю, что вам лучше спросить у них. У нас есть данные. Ну, сейчас проверки же проходят в учреждении. И от родственников некоторых есть данные. В общем, многие удивлены чистотой заведения на его территории. В письме в том числе была такая информация, что убирать как бы заставляют детей. Есть такой факт или нет? Ну, дети, конечно, в рамках трудового воспитания, они убирают, они помогают. Лично мною разработана методическая программка. Да, методичка. Методичка, соответственно, она так и называется. Чистота во дворе, рассчитанная не на один год, в которой расписана поурочно. Я считаю, что трудовое воспитание в обязательном порядке должно присутствовать. Поскольку... Посильное. Безусловно, посильное по интеллекту и по физическим возможностям. Но оно должно обязательно присутствовать, потому что, когда наши дети уедут в другие учреждения, вместо постоянного проживания все эти навыки, всё, что мы в них заложим, оно им там именно пригодится. Вы не представляете, если делать какие-то необычные вещи с ними, ну, условно говоря, вот относительно недавно, когда это летом, да, я сам... Им нужна была, у них есть свои телефоны, планшеты, им нужна была переноска, ну, удлинитель. Я купил полностью за свои деньги розетку. Он... Садимся и делаем. Садимся и делаем. Они так были рады, что они сами это сделали. Он сам раскручивает розетку. Вот здесь загуляешь провода. Прикручиваешь так, так вот, всё. Собрали. Включаешь вилку в розетку. Вот тебе индикатор. Меряешь, где загорелось, значит, всё. Ты всё правильно сделал. Ну, это, получается, не в рамках жёсткого принуждения, то есть они спокойно, как можно... Нет, да, да, это же переноска стала его... Она стала его... Нет, ну, то, что когда дети убирают, да, вообще про трудовую часть, да. Дети убирают во дворе, как бы это, ну, видно. Они с воспитателями, с санитарочками, то есть сами они, конечно, нет, никогда. Мы выходим, там где-то листики погрести. Но, опять же, увидев это, да, человек, возможно, там, со стороны или где-то, ну, он может сделать выводы, ого, дети у них убирают и так далее. Эксплуатация детей. На самом деле здесь нужно правильно расставить акценты. Без труда ребёнок не может нормально социализироваться. Мы не можем не задать вопрос, существует ли чат-педблок. Это настоящий? Да, конечно, это внутренняя группа, в которой мы переписываемся с коллегами, решаем, не решаем, а вот отписываемся по каким-то там действиям в коллективе и так далее. А как вы относитесь к той версии, что это фотографии были постановочными или человек, который фотографировал, был обижен там на руководство, специально связывал, фотографировал? Скажите, в детском доме куча детей, куча персонала. Каким образом можно сделать постановочные фотографии? Как вы себе это представляете? Вот вы себе в редакции можете представить? Что к вам пришли там в редакцию человек, группа людей и так далее, прошли мимо вас и вот сделали какие-то постановочные фотографии. Сделали снимки, и никто их не увидел. И никто их не увидел. Дальгог никак не может остаться один на один с детьми, так чтобы не видно это было. Почему не может? Но есть же другие дети. Вот один на один с ребёнком? Нет. Такого не может быть. Они могут, да, это потом рассказать? Конечно. Ну, у нас есть говорящие дети, конечно. По поводу того, что кто-то чего-то обижен, да, обиженных на самом деле очень много и вот, как бы последними обиженными считают нашу семью. Вот, но на самом деле очень много. В глаза, как бы, директору никто ничего не говорит, но за глаза идут какие-то такие обсуждения в коллективе его неправильной деятельности. Вы скажете про ваш вот случай, что сейчас происходит? Наш случай. Наш случай таков, что в апреле месяце было собрание, общее собрание педагогического коллектива, где директор и заместитель его по УВР, учебно-оспитательной работе, они проводили это собрание с целью, как бы, предупреждения случаев травматизма и обсуждения уже имеющихся случаев травматизма. где директор очень раздосадованно, очень сильно ругал всех воспитателей, вот вы там чего-то допустили и так далее. А что там, там страшно что-то произошло? Да нет, ребёнок, это видно было по камере видеонаблюдения, девочка шла-шла-шла и вот прям рухнула на колени. Так там камеры есть, то есть они могли бы узнать, кто эти фотографии делал? Есть, камеры, учреждения есть. Камеры во всём жилом корпусе. Поэтому вот здесь вообще, во всём жилом корпусе, на улице камеры есть, поэтому это, в принципе, легко. Как они тогда вас подозревают, если они могут посмотреть записи, которые это сделали? Ну, я думаю, что по данным разговорам это просто элемент психологического давления. И, собственно, на общем собрании произошла ситуация, что директор чётко обозначил свою позицию. Поскольку вы плохо работаете, я буду закручивать гайки. Это цитата. Я буду ужесточать условия труда. На что я встал и открыто сказал, Николай Сергеевич, вы вот закручивать гайки, резьбу не боитесь сорвать. Неужели не за что похвалить? Ведь колоссальный комплекс мероприятий проводится с детьми. Начиная от тех, которые происходят внутри интерната и до тех мероприятий, которые являются выездными. Они же проводятся, организуются именно воспитателями, именно специалистами нашего подразделения. Каждый воспитатель старается какое-то уникальное в силу своих возможностей технических и вообще в силу своих возможностей провести. После этого собрания очень многие из сотрудников подходили мне уже. После мне Андрею говорили, зачем ты это говорил? Сейчас ты станешь мальчиком для битья. Сейчас тебя будут гнобить. Ну, на самом деле, как бы со стороны директора, да, был такой очень явное, я считаю, пренебрежение у нас. Вот как показатель. Мы заходим на работу и на проходной всегда стоит Николай Сергеевич. Всегда приветствовали друг друга. Мужчин у нас в коллективе мало, поэтому рукопожатиям друг друга приветствовали. Здесь, при виде Андрея Владимировича, Николай Сергеевич просто разворачивался и уходил. 1 августа мы узнаем о том, что сокращается ставка Андрея Владимировича как инструктора по труду. Очень интересно. Все остаются, Андрей Владимирович уходит. И в уведомлении ему предложили работать либо работником по двору, ну, то бишь, дворником, либо водителем. Ну, очень интересное предложение, как бы... Для человека, имеющего образование. Два диплома о высшем образовании. И профильное переобучение. И как только директор узнает о том, что я подал исковое заявление... В суд, да, это жалоба в прокуратуру, а прокуратура как бы перенаправила в трудовую инспекцию. Но здесь уже как-то человек пришел в ярость. Как только вот эти вот факты написания жалоб Андрея в прокуратуру и со следующей переадресации в инспекцию, в трудовую сплыли, началась открытая травля меня. И особенно, когда появились вот эти вот фотографии, вот эта информация в социальных там мессенджерах, началась открытая травля меня. 8 ноября у нас было общее собрание, на котором директор в присутствии большинства сотрудников, он просто неоткрыто обвинял, он зачитывал, что исковое заявление Андрея Владимировича подал. Хотя в этом нет никакого противоправного действия. Вот, он отстаивает свои права. Но коль вы не смогли договориться, пусть вас рассудит компетентный орган, правда? И связал всё это воедино. Сказал, что вот, дескать, вы специально эту информацию, это как бы в массы толкнули, и вы это делали, и вот мы докажем. Я говорю, хорошо, пусть разбирается следствие, пусть мы готовы давать показания и так далее. Но почему вот такое голословное обвинение, вот настолько настраивать коллектив против меня, хотя я никого не обижала. Коллектив, кто травлю поддержал? У нас маленький город, людям негде работать, и поэтому вот в данном случае, кто не поддержал, те вот просто молчали. А большинство, да. Вот по вашему вопросу вы жаловались, да, в трудную инспекцию? Что они вы отвечали? Изначально я отправил жалобу прокуратуру, прокуратуру Воронежской области. Прокуратура Воронежской области переадресовала данную жалобу непосредственно инспекции по труду. Инспекция по труду предоставила ответ, который меня совершенно не удовлетворил, и я могу даже его процитировать. Инспекция по труду не усматривает наличие угрозы применения вреда жизни и тяжкого вреда здоровью в результате допускаемых работодателем нарушений. Но это же ни при чем к теме обращения, правильно? Безусловно, как бы хотелось бы более взвешенных, здравых пояснений со стороны трудовой инспекции. Мы встретились с Василием Михайловичем. Это завхоз бывший детского дома-интерната Мутурлиновского. В некоторых ресурсах, в некоторых местах в сети появлялась информация о том, что во всем виноват этот человек. Мы решили с ним сегодня побеседовать. Здравствуйте! Скажите, обвиняют ли вас в чем-то? Если да, то в чем? Ну, насколько я понял из средств массовой информации, что выдвигается гипотеза такая якобы вина моя в том, что я предоставил неверную информацию для средств массовой информации или куда там я даже... Якобы вы... Да, якобы я фотографии, снимки эти сделал и обвинил коллектив, коллектив, получается коллектив, коллектив учреждения в неправомерных действиях по отношению к детей. Вот, но начнем сначала, а потом дальше я свою мысль, наверное, разовью, что этих вещей я не делал. Не делал, тем более по роду службы я отношения к детям практически никакого не имел. У меня была задача это обеспечить хозяйственную деятельность учреждения, то есть территория, которая вот, здание так... Прибывая непосредственно в помещении, где находятся дети, я проходил там ежедневно, утром для проверки технического состояния помещения, то есть там в каком состоянии дверные ручки, там двери, там окна, запоры... Дети были в помещении в этом помещении? Часть там уже там где-то или может на завтраке я это не уточнял, потому что мне это... Ну как, не в моей компетентности. Не видели, что на них издевался кто-то или что-то такое? Я вам объясняю дальше, что если я и пребывал, когда проходил, я все время в присутствии и обслуживающей персонала. О коллективе я ничего не могу плохого сказать, потому что проработав такое количество времени, уже там, ну все практически друг друга знают, ну опять, не сказать... Вы видели, как к детям относятся? Хорошо или плохо? Ну, к детям, в принципе, я бы не видел плохого отношения. Я вам скажу более, что кое-какие из воспитанников, они даже привязываются к людям, то есть привязываются как к родным. Значит, вот можешь ты такую вещь прояснить? Вот там наш источник указывал, что были какие-то там недостачи по продуктам. Вы их фиксировали как заход? Было что-то такое? Да, дело в том, что, ну как, в должностных обязанностях, образно говоря, там было прописано, что я должен вроде как, ну не то, что организовывать, а контролировать работу продовольственного склада. Но я этим не занимался. Ну, не занимался в ряду причин. Почему? Потому что там все контролил директор. Я, как вроде, там, ну не то, что сказать не хотел. Ну, так было поставлено дело. В вопросах то, что жалоб я не слышал. Там наоборот, все даже как ходят на работу с карманами, и конфеты, и фрукты. Как вот относитесь к версии, что фото могут быть постановочными, там кто-то обиды, что-то зафиксировал? Да, по поводу постановочных версий для меня вообще непонятно. Вообще непонятно. Получается, вот, в информационных агентствах то, что вот это слово постановочно прозвучало, ну, вообще для меня это, что это, режиссерская площадка, или снятие какого-то фильма. Я вообще это не понимаю. Вообще это даже употребление этого слова. Это раз. Во-вторых, какая постановка может быть, когда люди там работают годами, кое-кто и десятилетиями. Причины непонимания стали возникать после того, как мне надоело выполнять задания, можно сказать, ну, не то, что задания, а, да, наверное, скорее всего, задания, да, которые я считал, ну, утрированным, может быть, в какой-то степени не правомерным. Может, пример можете какой-то поверить? Вот, да, примеры. Я думаю, что если следствие занимается этими вопросами, вот, в принципе, я, как бывший работник в данной ситуации, коль вы завели уголовное дело, я сотрудничаю, открыто сотрудничаю со следственным отделом, вот, мне, в принципе, утаивать нечего, вот, и в дальнейшем я буду сотрудничать, я этого не отрицаю, вот, может быть, какие-то еще факты, а при проверке может быть, еще какие-то факты, вот, ну, на эту тему я все-таки тогда буду разговаривать. поручения, которые вызывали у вас вопросы, вы их не выполняли, ведь в итоге? Ну, я пытался, поручения, по началу работы я вынужден был выполнять, потому что, понимая, что это делается и не в интересах учреждения, вот, я пытался, то есть, не пытался, я их выполнял, а потом я пытался как-то свою позицию, свое мнение донести до него, но, естественно, ему это не понравилось, да.